Всем привет! С вами Андрей Галсеев. Вы смотрите итоговый выпуск программы Ньюз Тайм на канале Бридж Тиви. Главные новости о мировой музыке. Какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. В этом выпуске Карли Рэй Джепсон записала рекордное число новых песен для альбома. Карлос Сантана готовится отмечать день рождения этим летом. Джейсон Де Рула променял R&B на музыку 80-х и будущие группы One Direction после ухода Зейна и многое другое. Быть настоящим поклонником – это значит с самого утра занимать очередь на концерт и задаривать своего кумира подарками. Все радости истинного фанатизма недавно испытали ценители творчества Франко Айеро, бывшего участника группы My Chemical Romance. Ну а мы пообщались и с самой рок-звездой, и с его поклонниками. Группа My Chemical Romance распалась еще два года назад, но популярность парней не иссякает до сих пор. Перед столичным концертом экс-гитариста команды Франко Айеро преданные фэны приготовили сотни подарков кумиру и собственноручно сделанных футболок. Что за футболка на тебе расскажи? Эту футболку нарисовала моя хорошая подруга Настя. Я сделала маленького Фрэнка. Это просто его образ из клипа. Как давно стоите? Сколько времени ждете сегодня? Ну мы стоим в 7 утра. Мы приехали сегодня в 6 утра. Есть ребята, которые встали буквально в палатке и ночевали здесь. Избранным предоставился шанс воочию увидеться с Фрэнком до концерта. Привет, Бридж ТВ, меня зовут Фрэнк. Это тебе, ты мое вдохновение. Ну что, как тебе подарки? Этот окровавленный плакат вообще колоритный. Согласен с тобой, отличная работа. Мне невероятно повезло повстречать такое число талантливых людей. На долгожданном концерте восторженные крики девчонок из зала едва ли не заглушали песни рок-звезды. На вопрос о возможности воссоединения группы, принесшей Фрэнку всемирную известность, рокер отвечает творчески. Вы когда-нибудь красили дом? Вот, например, вы покрасили его. Все края идеальны, вы выбрали все цвета, какие хотели, и посвятили этому все свое время. И теперь, когда дом уже покрашен, вы сделали всю свою работу. В случае с Фрэнком Айеро срабатывает поговорка о том, что какой музыкант, так и и фэны. Взаимное вдохновение американской рок-звезды и его российских поклонников не грозится останавливаться. Исполнитель вездесущего хита «Wiggle Wiggle» Джейсон Де Рула этим летом покоряет чарты уже с новым треком «Want to Want Me». В конце мая у звезды R&B вышел новый альбом «Everything is 4», где певец ударился в танцевальные ритмы 80-х. Первое, что пришло мне в голову при работе над альбомом, это то, как по-другому я могу в нем предстать. В некоторых песнях я хотел отправиться в прошлое к звуку 80-х и показать этот групп, когда тебе хорошо и ты хочешь танцевать. Парням из «One Direction» в последнее время петь и танцевать приходится без своего участника Зейна Малека, покинувшего группу. Все слухи о том, что группа берет отпуск или вообще распадается, парни прокомментировали после концерта в Лондоне. Мы начали запись нового альбома. Впереди у нас целый тур и множество новых песен. Все будет отлично. Кстати, новый альбом, по словам парней, должен будет звучать еще ближе к рок-музыке. Как и группа One Direction трудится в поте лица и 50 Cent. Скандальная звезда хип-хопа готовится отметить этим летом свой 40-летний юбилей, а уже осенью выпустить новую пластинку Street King Immortal, что можно нескромно перевести как «бессмертный уличный боец». Старине 50 — 40. С момента успеха 12 лет назад герой хип-хопа успел выпустить 5 альбомов. И пока шестая пластинка на подходе, рэпер рассуждает о своих победах. Когда ты успешен, тебе нужно преодолеть один важный момент. Когда у тебя уже есть несколько хитов, и люди говорят «Да-да, этот новый трек крутой», но не настолько, насколько твои первые хиты. И нужно понять, что у тебя никогда не будет шанса второй раз произвести на людей первое впечатление. Зато в новых пластинках 50 Cent себе не отказывает. Осенью выходит новый альбом Street King Immortal. А уже 6 июля в день рождения рэпера смотрите лучшие клипы 50 Cent в эфире канала Bridge TV. Друзья, вы смотрите канал Bridge TV, и мы продолжаем наши музыкальные новости. Канадская певица Карли Рэй Джепсон в этом году пустила в ход весь свой талант и обаяние. 22 июня у певицы после трехлетнего перерыва выходит новая пластинка Emotion. Недавнее видео с Томом Хэнксом и Джастином Бибером произвело настоящий фурор, так что и свежий альбом не должен подкачать. Я никогда не хотела останавливаться. Я всегда хотела продолжать писать песни и знать, что нахожусь на правильном пути. После прорыва с хитом Call Me Maybe в 2012-м малышка Карли Рэй Джепсон замолчала на долгие три года, за которые и родилось внушительное число новых песен. Лучшим из лучших стал хит I Really Like You, который и предварял выход альбома Emotion. И, кстати, эмоций во время записи у певицы было в избытке. Мне тяжело говорить об этом, ведь я написала около 250 песен. А потом пришлось садиться и выбирать лишь 11 из них, чтобы показать публике. Представь себе, насколько это сложно. Пластинка Emotion должна увидеть свет в следующий понедельник, 22 июня. Тогда и станет известно, какие из 250 написанных песен стали лучшими. В разгар этого лета отметит свой 68-й день рождения мультиплатиновый гитарист Карлос Сантана. Лауреат премии Грэмми и культовая фигура в мировой музыке. Сантана на сцене более 45 лет, но до сих пор активно выступает и выпускает пластинки. Большинство людей, ставших легендами, давно мертвы, но не я. Я живее всех живых. Ведь когда ты выступаешь, ты получаешь очень много энергии и вдохновения. Ты окрыляешь сердца людей и вдохновляешь их на мечту о чем-то грандиозном. Вдохновиться лучшими клипами Карлоса Сантаны в день рождения музыканта 20 июля можно будет в эфире канала Бридж Ти Ви. В этом мире нет ничего сильнее, чем открытость и чистота, ведь обладая ими можно творить чудеса и добро. Зачем в большой группе иметь лишь одного человека на вокале, когда петь могут сразу все участники? Чудеса музыкальной изобретательности и не только, в столице продемонстрировали британские электронщики Рудиментал, а после эфиричного шоу парни дали интервью каналу Бридж Ти Ви. Платиновые герои танцевальных чартов и победители музыкальных премий Англии Рудиментал не похожи на типичную танцевальную группу. Играя с полностью живым составом, почти каждый из участников поет на сцене. ДИЖЕЙ РОКСМИТ Привет, я Диджей Роксмит и я могу все. А я Амир, я тоже все могу. Приезд в Россию стал для парней первым и удачным. Это круто, побывать там, где никогда еще не был. Мы решили, что если вы позвали нас в Россию, то мы должны отыграть на все сто. На сцене нас 11 человек, мы просто выходим и веселимся, и тем самым заводим людей. Теперь завести фэнов в прямом и переносном смысле должен и выходящий осенью второй альбом группы We The Generation. На первом альбоме мы только открывали свой звук, на новом мы к нему приблизились. Не думаю, что мы когда-либо добьемся его, поиски звука для нас будут вечными. Но чувствую это начало долгой карьеры. Амбициозный Рудиментал не скрывает, что хотят покорить мир и имеют на это полное право. Мы Рудиментал. И вы смотрели Бридж ТВ, и держите любовь, держите peace, Рудиментал в доме. Мы Денерация. Певица Адель тем временем отметилась в чарте десятилетия. Альбом певицы 21 признали ни много ни мало самой продаваемой пластинкой за последние 10 лет в Англии. Первой песней, которую я написала к альбому, была Rolling in the Deep. Она пришла ко мне случайно в китайском ресторане в Лос-Анджелесе. В итоге внезапное вдохновение Адель привело к 23 неделям на вершине английского чарта и тиражом альбомов почти 5 миллионов копий. И на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу News Time на канале Бридж ТВ. Пока.